Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя городная азбука. Сегодня уже 2 ноября и вот со вчерашнего дня я начала собирать вопросы, которые задают мои зрители на канале YouTube и отвечать на них. Вот сейчас будет коротенькое видео, ответ на вопрос зрительницы Лены, как же я обрабатываю теплицу вместе со своими вот этими инфракрасными обогревателями. Правда, она их написала ультрафиолетовые лампы, но это не ультрафиолетовые, я думаю, что она имела ввиду все-таки инфракрасные, потому что я про них говорила. Она боится, что при обработке осенней или весенней, что они намочатся и замкнут. Сейчас я все подробно о них расскажу. Я показывала, ой, извините, руки такие, я лук сегодня высаживала. У нас опять очередная волна небольшого потепления. Первый раз в жизни сажу лук под зиму 2 ноября, высадила небольшой кусочек на пробу, выдержит или нет, и посмотрю, какая температура будет после этого. Ладно, не будем отвлекаться. Про инфракрасные обогреватели. Вот смотрите, ситуация такая, что о них ладом никакой точной информации огородники не знают, потому что этот товар довольно-таки новый. Если кто-то будет писать, мы уже пользуемся 5 лет или 6 лет, 5 или 6 лет в огороде, это все равно считается новинка, потому что 50 лет назад, 40 лет назад, вот, например, когда я начинала огород, 30 с лишним лет назад, их не было. И когда я захотела себе повесить вот эти инфракрасные обогреватели, услышав о том, что, прочитав, конечно, информацию о том, что они греют именно грунт, вот, и все предметы, которые находятся под ним, я подумала, что это очень удобно для меня, я нисколько в них не разочаровалась, но когда мы пошли покупать их, я о них не знала почти ничего. И, к сожалению, у нас такая торговля, не знаю, только в нашем городе, потому что он маленький, или во всех городах такая ситуация, что продавцы не могут нам дать полную информацию. То же самое было нынче, когда хотели обработать древесину от гниения, обратились к продавцу, к консультанту, он ничего нам рассказать не смог, и мы сами на этикетках читали, какой же нам лучше, или который для огнеустойчивости, или там для трудных условий, короче, выбор остается за покупателем. Точно так же с этими обогревателями. Когда мы зашли в магазин, ну там какой-то или Русклимат, или Климатика, я уж точно не помню, там, где продаются всякие вот кондиционеры, вот эти обогреватели, и мы спросили у продавца, молодой такой симпатичный парень, наверное, потому что молодой, у него мало знаний было, спросили, можем ли мы купить вот эти вот именно инфракрасные обогреватели для обогрева теплицы. Потому что я знаю, в интернете я видела и читала, что люди обогревают, он сказал, нет, вы что, они же в сырости не могут работать, они у вас или замкнут, или что-то случится, там же конденсат у вас, и я Косте говорю, ну, мужу, то есть говорю, я говорю, ну, а как другие люди пользуются, мы ушли грустные с этого магазина, я думаю, ну, опять подогрева у меня не будет в этом году, и прямо рядом же окно в окно другой магазин с такой же направленностью, то есть товары тоже, ну, кондиционеры, обогреватели, мы зашли, и там точно такие же обогреватели. Ну, а видите, у меня пытливый ум экспериментатора, я всегда проверяю второй раз, я спросила у продавца, скажите, пожалуйста, я ничего не стала говорить, скажите, пожалуйста, мы можем вот такие, ну, как начала все сначала, вот такие лампы для теплиц, он сказал, да, конечно, их все покупают, огородники, они очень хорошо себя зарекомендовали, он сказал, мы много лет уже ими торгуем, дал нам полностью такую развернутую, хвалебную такую, как рекомендацию, и мы купили две штучки, мы купили две штучки в одну теплицу, это не в этой, это в соседней, которая старше, эти вот только нынче повешали новенькие, видите, они еще даже вообще купили две штучки на пробу, и действительно, ну, он как нас убедил, ой, дверь открылась от ветра, он сказал, что она ни конденсата не боится, не что, что все там за, ну, как сказать, так сделано, что туда сырость не попадает, и вот сейчас, когда Лена спросила, а, хочу сказать, что один год теми мы попользовались, мне понравилось, в этом году я поставила еще в одну теплицу, это уже значит, ну, это яркий пример тому, что товар действительно хороший, никаких проблем у нас с ним нет, все хорошо, и я хочу показать вам, как бы объяснить, я не знаю, что, когда вот Лена спрашивает, а как вы обрабатываете, вот она имеет в виду, моете, там, опрыскиваете, не попадает ли туда вода, я сейчас попробую куда-нибудь залезть и взгромоздиться, чтобы сверху показать, ой, опасный номер, ой, тут извиняюсь, немножко припылилось, я же не собиралась, тут и липкая лента от лета с белокрылки осталась, вот смотрите, сверху корпус полностью, цельнометаллический, он идет вот так на бока, и идет еще с загибом туда, видите, как немножко загиб туда, и любая вода, даже конденсат или даже что, вот сейчас у меня конденсат от того, что я грунт подогреваю, она сюда, если даже капает, капелька вот так вот раз, стекает и падает вниз, но не заползет же капля туда, внутрь, в эту расщелину, и я смотрела, ой, накапала на камеру, мне извиняюсь, подождите, экспериментатор, и я обсмотрела, даже когда было много конденсата, сейчас вот подойду к вам, смотрите, сколько у меня сегодня конденсата, грунт-то греется, тепло, видать, здесь создается, и все это, все равно капает на них, а тем более во время работы, там вообще все, если даже какой-то конденсат капнет на эту поверхность, ну, как бы у меня здесь не упасть со своими репортажами, и капает, и тут же высыхает, так что я, конечно, никому не буду говорить, что я вам гарантирую, что ничего у вас не случится, я могу сказать только о своем опыте. Два года использую инфракрасные обогреватели, никаких незамыканий, я и обрабатывала, когда обрабатываю, естественно, из шланга вот так, или я показывала с этого, с жука обрызгаю, я обрызгиваю эти стены, они больше всего капли вот так скатываются, а какие падают даже сюда, ну, конечно, когда обрабатываю, он же выключен весной, они все высыхают потом, я потом включаю после просушки, на зиму, а, еще один вопрос, снимаю ли на зиму? На зиму не снимаю, он стационарный, как один раз повешен, потому что снимать, одевать это очень сложно, мы еле-еле так-то подвешили их, и все, вот мои рекомендации, кто хочет как-то утеплить, еще один нюанс, мне пишут, что он у меня неправильно установлен вдоль дорожек, что греет только дорожку, но, если мне неудобно, видите, у меня так расположены грядки, мне вот по краям неудобно, и никак не рассчитаешь, их всего две штуки на теплицу хватает, и если вешать по краям, то это никак неудобно, но у меня они висят всегда вот так по центру, ничего страшного, да, дорожка бывает тепленькая, нагревается за ночь, но тепла хватает и сюда, и, естественно, это заметно, вот здесь вот, которые ближе к обогревателям, они весной, в холодную весну растут быстрее, а которые у стеночек, там и так холодно, и туда обогрев доходит в самую последнюю очередь, но минимальное количество тепла, там маленько поменьше растут, но я всегда высаживаю так, что я высаживаю сначала, стараюсь вдоль центра, если сильно холодно, там, где к обогревателю поближе, а по краям уже, ну, ко всему можно, короче, ко всему можно приспособиться, то, что они висят у меня посредине, никаких проблем я от этого не испытываю, потому что другой схемы расположения вот этих инфракрасных обогревателей придумать очень сложно, попробуйте разместить два обогревателя так, чтобы они грели всю теплицу 3х8, 24 квадрата, никак вы так не придумаете, даже если их сместить над грядками, ну и получится, он будет греть вот эту срединку, а второй будет греть эту срединку, а это будет все холодное, у меня самый оптимальный вариант, мне нравится, все, чтобы не снимать дополнительное видео, отвечу на вопрос еще одного зрителя сразу, вот когда я мерила, здесь измеряла температуру почвы, у меня спросили, а ради интереса скажите, какая там температура почвы, ну так как градусник, который мне прислали из Москвы, спасибо Зинаине Медведевой, так как градусник один, я не могла сразу одновременно все измерить, сегодня специально поставила, чтобы показать вам, там где не обогреваемое, без очков плохо вижу, но наверное 12-13 градусов, а с этой стороны, откуда я его вытащила сегодня, 25 градусов, все, на улице сейчас у нас, ну я не знаю, у нас сегодня немножко потеплело, но все равно руки мерзнут, но градуса 4, наверное, может 5, не больше, в теплице 10 градусов, это скорее всего за счет грунта, потому что солнца вообще нет, ну и ясно, что при 5 градусах на улице такого конденсата в теплице не должно быть, это все, мне кажется, работает вот этот подогрев, весной буду показывать подробнее, буду мерить температуру и прям записывать куда-нибудь в какую-нибудь тетрадку, при какой температуре за бортом, какой, какая температура грунта, все, это был вопрос, ой, ответ на вопрос Лены, как я обрабатываю теплицу вот с этими лампами, инфракрасными обогревателями, снимаю, я не снимаю, ничего не делаю, они практичные, я бы не сказала, что они опасные какие-то, но естественно, все обработки, что связано с водой, нужно делать при выключенных лампах, у меня вообще правило, перед тем, как выхожу в огород, у нас там общая розетка, которая идет на всякие удлинители, на вот эти переходники, где теплый грунт, где вот эти лампы, выключаю общий доступ электричества в огород, тогда иду туда, это самое главное правило, если вы хотите сверху подогреть, снизу подогреть, какую-то ветродуйку поставить, еще что-то, весь огород должен быть обесточен, если вы идете работать, все, до свидания, смотрите, какое у меня вот это вот, даже не знаю, как сказать, изумрудно-зеленая грядочка, сейчас я еще немножко попасусь на ней.